Как бы обычно вы просите не гуглить какую-то информацию по новой зомби-карте, но я же должен показать ТВОЮ МАТЬ! Зелен блок A Угу, чтобы это не значило Значит Ну вы поняли, какая зараза Всем здравствуйте, дамы и господа, давненько у нас с вами не было зомби-режима Call of Duty И сегодня подготовил для вас довольно интересную карту под названием Project Wallrider Она довольно старая, но в тему Outlast'а почему бы на неё не посмотреть Итак, краткая предыстория Октябрь 45-го года Война окончена Операция Paperclip, в общем, вступила в силу группы из четырёх американских солдат Должна осмотреть Вевелсберг Санаториум Но найдут они там гораздо больше В общем, примерно плюс-минус Так что давайте запускаться, давайте посмотрим, что это за карта Ну и по традиции, друзья, я заранее поблагодарю вас за пальцы вверх Конечно же, не забывайте их ставить Подписывайтесь на канал, есть вот это впервые видеоролики выходить ежедневно И карта сделана неким R101 Stairborn И здесь даже есть кастомный загрузочный экран Вау, просто потрясающе Итак, мы с вами на месте Оооо, чёрт Октябрь 45-го, в общем-то здесь, в принципе, всё и так было понятно Кстати, здесь играет тема из первого Outlast'а Что меня уже радует Кстати, здесь, когда ложишься под перк, почему-то дополнительно ПТСов не дают Это печально Нет, слушай, то, что он здесь тему ещё и подобрал с Outlast'а Это реально гениально С одной стороны, может быть, незначительная такая деталь Но, тем не менее, если карта выполнена в стилистике Outlast'а, то почему бы и нет? Значит, слева от меня, сейчас я повернусь Есть лифт Лифта более знакомый И... А, я допёр Это административный блок, получается, да? То есть, вот это место, с которого Майлз падает А, ну окей, тогда, кстати, это более-менее уже походит на игру Несмотря на то, что у меня сейчас в игре стоит максимальная яркость Я всё равно слабо различаю, что здесь вообще происходит Ну, то есть, зомби-то я хотя бы более-менее вижу Ну, слушайте, давненько, на самом деле, не был в зомби-режиме Что-то первая смерть какая-то чересчур странная здесь у меня была Поэтому давайте закупим реаниматор ещё раз И просто сделаем вид, что этого не было Итак, что у нас здесь, кстати, имеется на карте? Вообще, имеется мини-пасхалочка с каким-то музыкальным сопровождением Это что сейчас было? Окей, это было неожиданно Так вот, да, но при этом карту нельзя пройти То есть, самой главной такой пасхалки здесь на карте, к сожалению, нету Притом, концовка есть, она покупаемая Правда, не вот здесь То есть, просто так на улицу здесь не выйдешь Поэтому, да, выход придётся поискать Значит, во-первых, что я предлагаю сделать? Я предлагаю сейчас разблокировать один из проходов Например, это будет вот эта комната И здесь у нас находится кивер-43 Оружие в флоте из World at War Хотя, по-моему, эта карта как раз оттуда И, да, здесь больше ничего нету То есть, только что потратил 1300 поинтов буквально на маленькую комнатушку, что находится рядом Ну что ж, давайте тогда дальше исследовать административный блок Думаю, мы здесь уже засиделись, да? Поэтому поехали О, чёрт Я слышу, как плачет какая-то женщина здесь Слушай, эти скримеры, они стали гораздо чаще появляться Здесь, вроде как, нету какого-то кастомного противника на этой карте Но есть Брутус Но это фигня, как бы, мы его уже тысячу раз видели Но, тем не менее, эти эффекты уже действительно начинают пугать Кстати, поговорю, что это одна, на самом деле, из самых страшных карт в воркшопе Зомби-режима Call of Duty Итак, значит, мы проникаем наверх, тут уже написано Wall Rider Ну, в принципе, это очевидно И я надеюсь, что тут не нужно будет открывать... Блин, тут, походу, придётся открывать реально каждую комнату Ещё раз Понял Здесь, получается, эти скримеры активируются от просто каких-то нажатий на триггеры, условно говоря Ладно, допустим Значит, да, это выглядит неплохо Поэтому давайте исследовать Автор мода очень жёстко переборщил с дверьми На одном только вот этом втором этаже Я обнаружил около семи дверей, которые можно вскрыть А может, даже и больше Я тут ещё нашёл, кстати, кабинет доктора Верники Давайте посмотрим, что у нас там По сути, нам, наверное, сюда и надо Вы подобрали ключ, просто превосходно На самом деле, я просто случайно F нажал Так вот, здесь есть пять кассет Благодаря которым можно узнать предысторию данной карты К сожалению, ну или же к счастью Я это дело не гуглил, где находится Поэтому, возможно, найду часть Возможно, не найду вообще ничего Обычно вы просите не гуглить какую-то информацию по новой зомби-карте Но я же должен показать Твою мать! Но я же должен показывать, типа, что из себя представляет данная карта Вот сейчас этот момент с Fall Rider был максимально неожиданный Окей, давайте откроем вот эту дверь Посмотрим, что у нас здесь А, это просто уборная Я немного не понимаю Мне стоит ориентироваться по реальному Outlast Или все-таки карта здесь немного переработана Еще откроем дверь, что у нас здесь? Здесь у нас... О, это же та самая библиотека, где этот повешенный мужик всех пугал постоянно Ну, давайте откроем ящик со случайным оружием Хотя бы здесь он присутствует Блин, звуки игры максимально тихие Но в моменты со скримерами это просто жесть Так, по ТРС-41 мне не нужна Здесь преимущественно оружие из Call of Duty World at War Но вот это уже получше будет ЕМП-44 Ну, поехали дальше Нет, серьезно, с атмосферностью на этой карте Автор действительно хорошо постарался Так, тут еще перки находятся А, понял То есть здесь еще и нужно включать питание Но проблема в том, что за все это время Я ни разу не увидел знака Который показывает, где вообще находится этот самый выключатель, да? Ну, такое себе Вот это, кстати, обидно сейчас было Так, ну и поехали дальше Значит, здесь у нас есть еще один проход Зелен блок A Угу Чтобы это не значило Господи! Ну, вы поняли Какая зараза Так, значит, здесь у нас есть еще один блок А, нет, это уже открыть нельзя То есть там должен быть проход в тюремный блок Но он закрыт И... Подожди, а зачем я? Нажмите F, чтобы разблокировать двери А, смотри, это доступ к... Подожди, открыть дверь 1250 А что вообще в этой комнате надо делать? У меня такой вопрос Ну-ка, давайте проверим это дело Мне аж интересно, что тут за 1250 будет И что по итогу... Подожди, что-то произошло... А, я открыл доступ к тюремному блоку Понял, принял Слушай, так это... О, черт Музлов заиграло А, так вот Я к чему это все ввел То есть, получается Здесь карта охренеть какая огромная В кабинетах, скорее всего Будут находиться перки какие-то Ну, наверху Тем не менее Вот этот тюремный блок Это, наверное, основной коридор здесь, да? И здесь еще какой-то проход есть Ё-моё Слушай, тут автор, короче, воссоздал Я не знаю, может быть, он действительно полностью Маунт Мессив воссоздал Но Это чересчур Мне кажется, эта карта, она действительно Да, очень-очень-очень Долгое прохождение Типа, ну смотри Окей, вот я дошел до тюремного блока Я открываю еще одну дверь И тут опять миллион дверей И тут опять двери Так что это за фетиш такой на двери-то? Я вообще не понимаю Просто мне кажется, что у автора Слишком большой фетиш Вот на все эти двери, проходы, да? Которые тут имеются Притом, да, часть из них здесь будет заблокирована И тебе придется искать Какие-то обходные пути 1250 стоит проход Притом, да, стоимость у них фиксированная На этом как бы спасибо Но тем не менее, зарабатывать поинты ты можешь только с помощью убийства зомби Казалось бы, классика, да? Но работает это немного по-другому Хоть бы, не знаю, какие-то дополнительные способы А, это мы с вами возвращаемся в фойе по итогу То есть, через тюремный блок Мы просто спокойно возвращаемся обратно Понял, принял В подвал мы можем спуститься? Я думаю, что Да, конечно, можем То есть, автор чисто целый административный блок перенес сюда Это гениально Ну и мы с вами идем дальше Значит, это продолжение административного блока Только в этот раз мы идем в другую сторону Где на нас должен был напрыгнуть скример в инвалидной коляске, по-моему Самый прикол в том, что это, наверное, одна из самых незначительных дверей На которой вообще должно быть пофиг, как бы Я три раза нажал на кнопку смены оружия И она у меня не заменилась Я обожаю Call of Duty Zombie Больше всего, мне даже обидно не за то, что я в очередной раз просрал реаниматор Мне обидно за то, что я вообще не понимаю, где здесь хотя бы активировать питание А, здесь у нас, кстати, снова дыра в полу То есть, получается Подожди, эта комната просто повторяется с предыдущей, что ли? Как-то странно Я подобрал какую-то часть, кстати Типа, только что написано было Вы подобрали, ну, какую-то часть, да? А часть чего? Откуда? Кого? Куда ее там надо в суду ставить? Без понятия О, боже мой А вот и Крис Уокер подъехал, дамы и господа Сейчас начнется что-то жесткое Да, то есть, наконец-то появился, как бы, Брутус, да? Будем все-таки называть его своим именем Брутус здесь выступает в роли Уокера Притом здесь даже Ост играет Именно Крису Уокера из Аутласта Это как бы прикольно, это как бы интересно А, все, я его уже выпилил, да? Окей, наша первая битва с ним была довольно простой Тем не менее Я до сих пор не активировал питание Я до сих пор не знаю, где это делается Хотя, кажется, я сейчас догадался, что это как раз-таки нужно сделать через подвал Но автору огромный респект за то, что пытается действительно по полной воссоздавать данную игру Несмотря на то, что выглядит это как сделанная на коленке карта Но, тем не менее, она берет свою атмосферу И это действительно прикольно Ладно, значит, 3500 есть Давайте открываем проход, что у нас здесь имеется Скример в виде валдрайдера будет? Нет? Вроде как нет Куча трупаков тут сидит Всякое такое прочее Но, вроде, больше ничего Да, здесь подвал Ни хрена не видно, как и в оригинальном Аутласте При этом, при всем Эм... Не, серьезно Подожди, от слова совсем Я ни хрена ведь не вижу Ну, хорошо Допустим, я все-таки ошибся Ладно, даже не допустим Я действительно ошибся И через подвал тоже питание не активируется Давайте просто выйдем тогда отсюда Несмотря на то, что я, как бы, знаю Аутлас досконально Спасибо последним спидранам по ней, да? Все равно, именно вот этот вариант карты Меня немного пугает Потому что до сих пор я не могу разобраться С самыми простыми здесь деталями В общем, я снова наверху Тут какое-то музло играет И на проекторе была подпись Project Wall Rider На самом деле, меня эта штука очень сильно пугает Больше, нежели, не знаю, привлекает мое внимание Ладно, пошлите дальше На что это написано? Der Ziligia Но я в немецком не силен Я не знаю, что это значит И есть ли тут еще смысл какие-то двери открывать? Слушай, так наверху я, по-моему, все уже сделал Тогда остается вопрос А где же я пропустил сраное питание? Наверх попасть здесь, кстати, нельзя С тюремным блоком Здесь даже вот эту щель оставили Чтобы можно было перепрыгнуть на ту сторону Понял, принял Да, и вот теперь остается только одна единственная проблема Я нашел, где перки Я нашел, где оружие Но я так и не нашел, что здесь с питанием И, не знаю, я готов взять вину полностью на себя Потому что это я такой невнимательный человек Но, как мне кажется Автор очень хорошо поработал над этой картой Как ни крути То есть он воссоздал не то, чтобы даже Саму вот эту лечебницу, да Административный блок Он действительно поработал даже над Атмосферой на данной карте И этот фалрайдер, который здесь иногда летает, да По каким-то заскриптованным моментам Он, на самом деле, тоже очень сильно пугает То есть автору действительно выражаю огромный респект Кстати, если что Ссылка на скачку карты будет в описании к этому видео Погоди А тут еще, кстати, есть верстак в подвале А может быть здесь Ну, просто Ё-моё Хватит меня пугать уже Ну, это даже несерьезно уже Слушай, может на этом верстаке действительно что-то нужно было собрать Но я нажимаю таб И здесь, ну, нету даже перечня предметов Вообще никакого списка даже из предметов нету Которые нужно здесь собрать и получить Эта карта Она очень странная То есть у нее 4 звезды в воркшопе Но у меня есть такое ощущение, что это либо я чего-то не понимаю связанное с ней Либо она, ну, не совсем доделана Опа А, ну да, это я вам рассказывал Здесь можно, типа, предысторию данной карты послушать Ну, это логично Слушай, ну, на деле получается вот такая у нас сегодня получилась карта Project Wild Rider Потому что, ну, единственное Я, может быть, не открыл еще все двери, да Не посмотрел, что там за ними происходит Типа, например, как за этой Кстати, это питание Ты представляешь? Я уже готов был Да, в принципе, я уже сказал, что Вот такая карта сегодня получилась Так и так и так Так оно и работает, дамы и господа Все И, а, это было не питание Это был кусок То есть я был все-таки прав Здесь нужно бегать, открывать кабинеты Лутать по частям вот этот вот выключатель И потом его крафтить в подвале И только после этого питание, наконец-то, будет подано на карту Только учитывая тот факт, что я нашел всего лишь одну деталь Из обычно трех, да, которые здесь бывают Не знаю, найду ли я оставшиеся Вопрос интересный Реаниматора, кстати, тоже больше нет Хотя, с другой стороны, на этой карте можно выживать без реаниматора Ну, волны до пятнадцатой, конечно же Ладно, давайте скрафтим Мало ли, может быть, меня игра все-таки пустит И, да, она меня пустила То есть тут полностью врубается питание с одного С одной находки Хорошо И что теперь? Да твою-то мать Меня больше пугает не сам вот этот брутус, да Не его наличие Меня пугает музыка Да Меня пугает музыка, которая появляется Когда уокер спавнится здесь Ладно, друзья В общем, вот такая сегодня получилась зомби-карта Под названием Outlast Вообще, она называется Project Wallrider Ссылка на скачку будет в описании И пишите, что вы думаете по этому поводу Как я считаю, автор действительно хорошо поработал над атмосферой к данной карте Поэтому она точно заслуживает внимания Ну, хотя бы на один заход Ну, а с вами все это время играл и комментировал Спектр Всем огромное спасибо за просмотр Играйте в хорошие игры Играйте с хорошими модами Если вам нужно больше Call of Duty Zombie То плейлист сейчас находится внизу слева на экране Ну, а так всем желаю удачного дня Не болейте И услышимся уже завтра Пока Пока